Добрый день, дорогие друзья! Лучше православных. Смотришь на них, они всегда радостные, дружные, ведут порядочный образ жизни. А православные чаще всего, кого не встречаешь, пьют, ругаются и живут далеко не по-евангельски. И следующий вопрос напрямую из этого вытекает. А почему тогда церковь православная вот таких вот недостойных людей не отлучает из своего общения? Очень интересный вопрос, дорогие друзья, и хочется предложить вашему вниманию некоторые размышления на эту тему. Ну, в первую очередь, позвольте мы сразу обозначим рамки нашего ответа. О том, кто лучше на самом деле, мы не дерзнем судить. Почему? Потому что Бог будет судить. Мне отмщение, азбаздам, говорит Господь в Священном Писании. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Ясно, недвусмысленно говорит нам Господь Иисус Христос со страниц Евангелия. Мы сейчас не будем обсуждать, кто лучше, кто хуже. Предвосхищать суд Божий мы не будем. Мы сейчас постараемся вместе с вами, с Божьей помощью, и предлагаем вам вместе, давайте задумаемся, соглашаться или не соглашаться с моими словами, это личное дело каждого. По крайней мере, давайте вместе задумаемся, почему действительно для стороннего наблюдателя, для человека внешнего, порой протестантизм значительно выигрывает в сравнении с православием. И почему действительно, вот если есть люди, да, такие вопросы часто приходилось лично мне слышать, вот если у вас, вот сколько к вам приходят люди, которые недостойно живут, смотришь, человек и пьяница, и блудник, и сквернослой, вот он переходит в храм, сказать, и вы его не отлучаете. Вы, как бы, так сказать, не даете ему понять, что вот так, если ты будешь так жить, то мы тебя отлучим от церкви. Почему, как бы, в православной церкви нет такой практики, такого публичного отлучения от общения людей, которые ведут, ну, мягко говоря, безнравственный образ жизни. Ну, в первую очередь, ответ совершенно очевидный, он лежит на поверхности, на вот этот вопрос. Святая Церковь Православная – это духовная лечебница. И если человек, погруженный в грубые плотские страсти, например, пьянство, сквернословие, блуд и так далее, но он, по крайней мере, приходит, хоть иногда в храм, внутренне сокрушается, плачет, осознает, пытается бороться, то зачем такого человека выгонять только потому, что он такой? Это по аналогии, если, представьте себе, человек придет в больницу, и его доктор выругает и выгонит, выгонит из больницы только на основании того, что он болен. Согласитесь, нелепо. Если человек болен, ну, по крайней мере, он чувствует свою болезнь, по крайней мере, осознает, он борется. Он, может быть, не может совсем справиться, но хотя бы у него какое-то осознание, какой-то стыд, какое-то переживание, какая-то идет, хоть какая-то внутренняя борьба. Вот поэтому, сразу как бы отвечая на вот этот вопрос, в православии не принято у нас в такой практике отлучать человека от церкви на основании того, что он ведет, скажем так, внешне безнравственную жизнь. Лишь отдельные были исторические эпизоты, когда Святая Церковь официально отлучала от церкви человека, в частности, как граф Лев Николаевич Толстой и еще несколько личностей в истории, когда общественности необходимо было четко и ясно понимать, что тот или иной человек своим образом мысли и своим образом жизни давно отрекся от православия, и вся его деятельность, его деятельность является совершенно такой вот разрушительной для общественного сознания, деятельность которого абсолютно антихристианская. И чтобы не было никакой двусмысленности, чтобы было понятно, вот тогда, в частности, с достаточно талантливым человеком, это никто не отрицает, Лев Николаевич Толстой, но который себя поставил в оппозицию православной церкви. Это отдельная тема, и, в общем-то, она хорошо всем известна. А в целом у нас такой практики нет. Почему? Потому что, если человек своим образом жизни давно отрекся от церкви, то есть он по факту крещения в детстве, он вроде бы православный, но по образу жизни своей он заповеди Божии не соблюдает, в церковной жизни никак не участвует, в таинствах церкви не принимает участие, не исповедуется, не причащается, не молится, не соблюдает постов и так далее, не живет по-христиански, то он сам себя уже отлучил от церкви. Он как бы лишил себя церковного общения сам, и поэтому какие-то еще официальные, какие-то там бумагу, например, ему выдать, или там на собрании, на богослужении, сказать, такой-то, такой-то, у нас теперь больше не принадлежит нашей общине, в этом нет необходимости. Самой жизнью человек отрекся от православия, и он сам от него отошел. И никакие вот какие-то внешние знаки это в этом совершенно не нужны. В протестантизме, напротив, если, например, евангельский христиан-баптист несколько недель не присутствует на собрании, вдруг начал изменять своей супруге, начал пьянствовать и так далее, начал совершать какие-то внешние пороки, то его официально отлучают от общения. В протестантизме, в самых разных динаминациях, везде есть свои нюансы, но это сплошь и рядом. Человека отлучают официально, почему? Потому что он полностью не соответствует тому образу жизни, который должен быть в той или иной протестантской динаминации. И вот смотрите, в чем нюанс. Православие официально не отлучает человека, ведущего безнравственную жизнь. Почему? Потому что в этом нет необходимости. Он сам от православия давно отрекся. А в протестантизме вот это присутствует. И поэтому в глазах внешнего наблюдателя, который и не православный, и не протестант, все-таки вот такой вот выигрывает протестантизм. У них как бы все четко, у них все ясно. Если ты не посещаешь собрания, не приносишь взносы, не читаешь Священное Писание и так далее, мы тебя официально отлучаем до твоего, например, исправления. Следующий очень немаловажный момент. Исторически так сложилось, что православие пользуется большим признанием и уважением, по крайней мере, в нашей стране. И поэтому многие люди, не являясь православными по образу своей мысли, по образу жизни, тем не менее, себя называют православными. А протестантами себя никто не называет из тех людей, которые по-протестантски не живут. То есть, например, вы не встретите, например, человека, который, например, не является баптистом или адвентистом седьмого дня, но будет везде говорить, да, я баптист или я адвентист седьмого дня. Себя баптистом называет только тот, кто реально, то есть, действительно религиозно мотивирует, то есть, тот, кто действительно баптист. Он себя таковым называет. Кто так не живет, он себя не называет. Но сплошь и рядом вы можете встретить людей, дорогие друзья, это примеров предостаточно, которые давно от церкви отреклись. В молитвенно-литургической жизни церкви не участвуют, однако же, вспоминая, что когда-то в детстве их крестили, они себя везде по поводу, без повода называют православными. А образ жизни у них совершенно языческий, и поэтому для внешнего наблюдателя такие, в кавычках, православные, конечно, проигрывают в сравнении с религиозно-мотивированными, последовательными и ревностными теми же самыми баптистами или адвентистами седьмого дня. Поэтому это совершенно очевидная разница, наглядная. Следующий очень немаловажный момент, и я думаю, вы, дорогие друзья, давайте вот просто встречный вопрос всем вам, кто будет сейчас слушать нашу беседу. Скажите, приходилось ли вам когда-нибудь встречать мусульманина, который возмущался бы тем, что Коран написан на арабском языке, который бы действительно ревностный, религиозно-мотивированный мусульманин, который бы говорил, да что это такое вообще, я внутренне с этим не согласен, или почему я должен пять раз совершать намаз, почему вот я должен пять раз молиться, сколько можно, кто это вообще придумал. У меня много знакомых мусульман, причем действительно верующих, очень серьезно верующих, у нас дружеские отношения, мы нередко беседуем, и беседа взаимная, как я надеюсь, полезная, интересная. Я, например, не встречал мусульман, которые бы так относились к канонам своей веры. Или, например, другой пример. Встречали ли вы когда-нибудь человека, который принадлежит обществу сознания Кришны, который бы говорил, да сколько можно постоянно ходить, повторять Харе Кришна, Харе Кришна на каком-то непонятном языке. Почему, почему я должен, да, я Кришнаит, но почему я должен это повторять? Или почему вот это вегетарианство, кем это вообще придумано, почему вот это, зачем я все это должен соблюдать? Да, я Кришнаит, но я это не понимаю, я с этим не согласен. Таких людей я тоже не встречал. Я думаю, что и вы не встречали такие друзья. Или, например, протестант, возьмем евангельские христиане и баптисты. Приходилось ли вам, например, встретить хоть одного баптиста, действительно серьезно верующего, который бы возмущался и говорил, да почему, почему я должен постоянно читать Священное Писание? Почему я должен регулярно ходить на собрания, участвовать в этих группах прославления? И почему вообще, почему я не могу крестить своего ребенка в детстве? Почему я должен дождаться, чтобы он сознательно проявил свою веру? С чего это, кем это вообще придумано? Чтобы баптист возмущался против самых основных положений протестантизма. Вы встречали таких, дорогие друзья? Я, например, не встречал, хотя нередко приходилось мне беседовать с протестантами самых разных динаминаций. И в то же время, почему я привел вам этот пример, сплошь и рядом вы можете встретить православных, в данном случае, надо сказать православных в кавычках, которые везде, по поводу и без повода, в любых чатах, в любых блогах, в комментариях, в устной беседе, где только предоставляется возможность, православные, они себя бьют в грудь и говорят, я православный. Но я не могу понять, что это такое, почитание святых мощей, чего ради останки человека, который много столетий назад скончался, почему эти частички их раздробляют, доставляют нас стоять в очереди, прикладывают. Да, я православный, но я внутренне это не могу принять. Или кто-то говорит, что это вообще долгие молитвенные правила, кем это вообще придумано? Это только для монашествующих. У нас только психоз будет, если мы будем все это исполнять. А зачем соблюдать пост? Какое-то супружеское воздержание. Это противоречит физиологии. Зачем? Я православный, но я не могу это понять. Мое сердце это не принимает. Или почему я прихожу в храм и богослужение на непонятном языке? Почему? Кем это придумано? Я православный, но я не могу понять, зачем это? Или отдельная тема, и тоже очень популярная, очень многогранная и очень болезненная. А почему надо исповедоваться перед каждым причащением? Да, я, конечно, православный, я ничего против не имею, но не могу понять, зачем надо постоянно исповедоваться. Вот обратите внимание, дорогие друзья, протестанта, который бы возмущался всеми основными положениями протестантизма, вы не встретите. Мусульманина, который бы сомневался в том, что Коран должен быть написан только на арабском и только так должен изучаться. Вы не встретите, который бы возмущался, почему надо пять раз совершать намаз. Представитель индуизма или буддизма, который бы называл себя буддистом или называл себя индуистом и возмущался бы везде публично против основных положений той или иной религии. А православных сколько угодно, возмущающихся. И, конечно, для внешнего наблюдателя, стороннего, конечно, человек может не думать, что же это за православные, которые всем недовольны. То недовольны тем, что исповедоваться надо, то, что богослужения на церковнославянском, якобы совершенно на них непонятно, то посты, то молитвенные правила и так далее, и так далее, и так далее. И от этого происходит такая подмена, что люди, не являющиеся православными по своему образу мысли, тем не менее себя таковыми считают, таковыми называют и предъявляют к Матери Святой Церкви чрезмерные претензии. Кстати говоря, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, потому что вы, если вам приходилось общаться с такими людьми, наверняка на это обращали внимание. Всегда есть удобный запасной аэродром, куда в случае ситуации, когда нечего ответить, сразу садится ваш собеседник. Он говорит, я честный. Вот все остальные молчат. Вот их заставляют исповедаться перед каждым причащением, и они молчат. А вот я честный, я не могу молчать. Это какая-то, это только русская традиция. Вот в Греции, например, этого нет, или в каких-то других поместных церковях нет такой традиции. Еще чего-то нет в каких-то других местах. Я честный, и поэтому я не могу молчать. Почему я должен прикладываться к мощам святых? Я вот, например, это не понимаю. Я честный человек, и поэтому я об этом говорю. На самом деле это тонкое лукавство, дорогие друзья, и тонкий самообман. Если ты действительно честный, милый человек, если ты действительно честный, мне приходилось с такими общаться. Если ты честный, скажи честно. Я в детстве крещен в православной вере, но я по образу жизни совершенно далек от православия. Я чужд православия. Я человек неправославный. И многого мне в православии непонятно. И мне непонятно вот это, пятое, десятое. Все это мне непонятно, мне это чуждо. Поэтому я, я по жизни своей язычник. Да, меня в детстве крестили и меры помазали. Но я далек от церкви. Вот если ты скажешь так, милый человек, то ты поступишь честно. Вот это будет настоящая честность. А не надо обманывать себя, говорить, что ты православный, и тут же критиковать, причем огульно, не вдумавшись, не изучив, даже не постаравшись изучить тот или иной вопрос, называешь себя православным. И таким образом, может быть, даже без своего на этого сознательного желания вводишь в заблуждение других людей. И вот смотрите, возвращаясь к вопросу, который прозвучал, пришел на библейский портал «Экзегет». Почему протестантизм выигрывает перед взорами внешнего человека, перед православием? Вот как раз по этой причине. Одна из самых очевидных причин. Потому что многие называют себя православными, но по образу своей жизни от церкви давно отреклись. И никогда они таковыми не были. И вот этими своими критиками, претензиями, своими сомнениями, которыми любят делиться, тоже отдельная очень важная тема, нужно ли своими сомнениями делиться. Например, мудрый архипастер XIX века, святитель Феофан Затворник, в одном из своих писем говорит, если у тебя есть сомнения в вере, да, если что-то, то или иное изучение православной церкви у тебя вызывает вопросы и сомнения, ты лучше с верой к Матери Святой Церкви постарайся этот вопрос изучить. Вопрошай у тех, кто знает. Изучи сначала. А просто расплескивать свое сомнение и тиражировать свое сомнение другим, называя себя перед этим православным, это не является честностью. Вот, дорогие мои, в общих чертах, первые несколько признаков, по которым для внешнего наблюдателя протестантизм значительно выигрывает перед православием. Следующие несколько причин мы с вами обсудим во время следующей беседы. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...